МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зачем людям нужна природа? Чтобы дышать, и еще, и еще, чтобы погулять. Или с цветом сделать веночек или букет. Там может расти вишня, ну, и он может собирать ее. Чтобы воздух был чистым, чтобы красота была. Человек, например, собирает ягоды, а потом их может компот, например, сделать или варенье и съесть. Некоторые растения, они лечебные, мята, ромашка. Он придумывает из этих трав разные лекарства. Люди ходят осенью собирать грибы и ягоды. Чтобы было больше кислорода, ну, потому что, чтобы уделять больше кислорода, деревья, ну, растения поглощают грязный воздух и выдают чистый. С природой можно за ней ухаживать. Вот мне это нравится. Какие растения ты знаешь? Клен и береза. Самые любимые мои подуванчики и ломашки. Я за дверью уже дома коллекцию палка собрала. Ромашка, василек, нарциссы, розы. Я люблю цветочек мак, ромашка, розы и тюльпаны. Я люблю березу, дуб и клен. Ну, у меня любимое растение – это одуванчик, роза, лилия. Ну, там еще у меня любимый цветок – тюльпан. Моя самая любимая ягода – это клубника. И мне еще клен нравится. Ну, крапивка. У меня дома есть растения, фиалка, а другие, я не знаю, названия. Любимые цветы есть – колокольчики. Как нужно заботиться о природе? Хорошо, не бросать мусор. И еще не очень, не всегда, и еще никогда не убить деревья. А еще не срываем растения, не даем, кого попало. Детям предупредить их, рассказать, чтобы они выросли и тоже заботились о растениях. Нужно от их из лесу, то их подкармливать. Нельзя кустики топать. Ну, нельзя растения бежать вообще, то есть бить его, то есть срывать все листья у него. Вы можете зайти, завести кошечку и за него хожу. Люди могут убирать мусор из рек. Едать в озера и реки, и моря грязи, отходов всяких там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА